Томские и новосибирские артисты выступили перед колпашевцами. Традиционные праздничные гастроли приезжих вокалистов и танцоров для жителей Колпашевского района ежегодно помогают организовывать областной депутат Александр Куприянец. В конце минувшей недели приуроченные к Дню Защитника Отечества и Международному женскому дню концерты прошли в Новогорном и Колпашеве. Праздничная программа с участием творческих коллективов областного дворца народного творчества «Авангард» и ансамбля «Сибиряки» из города Новосибирск прошла в городском Доме культуры. Поприветствовать и поздравить колпашевцев на сцену вышел заместитель председателя Законодательной думы Томской области Александр Куприянец. День 23 февраля сегодня уже воспринимается населением иначе. Но я думаю, что и колпашевцы с пониманием к этому не относятся. Тем более, мы с колпашевского района ушли защищать интересы нашего государства, в том числе на Украину, жителей колпашевского района. И хотелось бы, чтобы они все живыми вернулись домой. Ну а что касается 23 февраля, то этот день уже с вами остался позади. И впереди у нас 8 марта. Я надеюсь, что мужчин хоть в этом зале значительно меньше, чем женской половины, но мужчины найдут возможность поздравить своих любимых, дорогих. Областной парламентарий также отчитался о своей деятельности, обозначил волнующие колпашевцев вопросы социальной сферы. По здравоохранению деятельность начиналась в том числе со строительства амбулатории в поселке Чижинтон. Затем было построено амбулатория на Матьявге. И вот в планах, конечно, необходимо в крае решать вопрос, будем говорить, в Тоболе или строительство новой амбулатории, или ремонтировать то, что есть. Но, скорее всего, будет строительство новой амбулатории в Тоболе. Значит, вопрос, возможно, мы возглавляли бы уже, может быть, даже и в этом году. Но есть проблемы, которые не просто так быстро все решаются. Представители нашей центральной больницы, они мне подтвердят, что проблема есть сегодня в отсутствии нормального рентген-аппарата, правда? Да, поэтому эти вопросы надо решать. Ну, что касается образования, то есть на сегодня задача, это, конечно, завершить ремонт второй школы, которая идет очень успешно. Я бы сегодня даже сказал спасибо злодею Сергею за то, что он взялся за этот ремонт. Я думаю, что этого человека нужно дальше помогать ему, расти, чтобы в перспективе он смог открыть бы здесь нормальную строительную организацию, которая бы по сегодняшним правилам могла бы начинать, в том числе, заниматься не только ремонтом, а новым строительством. Ну и главная, в том числе, задача по образованию по этому году завершить строительство Саровской школы. Там тоже не все просто, но вместе с районной властью, с главой администрации, с мэром мы эти же вопросы решаем. Поднял во время беседы со зрителями Александр Куприянцев тему незавершенного строительства физкультурно-оздоровительного центра в Колпашеве. К сожалению, не удалось Колпашеву решить вопрос по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса. Это вина здесь не только строительной организации, здесь есть еще и другие причины, которые помешали этому сделать. В том числе, я рос сцен на металл, но физкультурно-оздоровительный комплекс, конечно же, Колпашеву нужно строить. Перед началом концерта Александр Куприянец вручил благодарственные письма законодательной думы Томской области и подарочные наборы за многолетний добросовестный труд Валентине Клименко. Общий стаж ее работы – 42 года, 30 из которых она отработала в банковской системе. Татьяне Ленинг – она отдала системе образования 27 лет. Анне Ковылиной – педагогический стаж, 35 лет. Из них 30 посвятила школе номер 2. И Ирине Гладышевой – стаж работы 25 лет в системе профобразования. После торжественной церемонии награждения зрители насладились театрализованным представлением с песнями, стихами и танцами под аккомпанемент баяна. Ирине Гладышевой – педагогический стаж, 35 лет в системе профобразования «Заморожила кровь». Ну что ж ты не идешь, моя любовь? И разлучница заворожила кровь. Ну что ж ты не идешь, моя любовь? Ещё и Пилин не кричал пустом про лесочки, А я задёрнула все занавесочки, Перебрала постель, одвинула носок. Ну что ж ты не идёшь, моя любовь! Умиг стоит над рякою, Пристань у самой рягией, Ой, парень, девчонку в столу лень, А бросит он в правой руки, Ой, верю, 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 моя, Ой, но никогда не поверю, Во что ты разлюбишь меня? В рамках концертной программы перед зрителями предстали и народные гуляния, и деревенская страда, девичьи посиделки и другие сценки народной жизни. После завершения концерта колпашевцы поблагодарили областного депутата за организацию ежегодных выездных гастролей творческих коллективов из областного центра.